Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать женский жакет. И это продолжение нашего базового отрисовки по эскизам. То, что если не видели, посмотрите. В этом плейлисте мы уже рисовали юбку, брюки, джогеры, джинсы, футболку, блузку. Все это уже есть. Сегодня жакет. И я покажу, как делать заливки тканями. Открываем наш шаблон. Шаблон можно скачать по ссылке. Перейдите в описание видео, там есть ссылка «Шаблон бесплатный». У нас есть еще другие шаблоны, мужские, женские фигуры. Тоже их можно скачать. Ссылочки все оставлю. Сейчас мы работаем в программе Adobe Illustrator. Я рисую мышкой, тоже частый вопрос. Ничего более не требуется. Итак, открыли шаблончик. Я его сейчас поправлю, как я оправлю практически для всех эскизов. Мне не нужны будут все руки. Инструментом Direct Selection стрелочкой я выбрала две руки и убрала. И, соответственно, давайте оставим такой, какой он есть. Можно, в принципе, ножки тоже удалить, потому что для блузки он, для жакета он не понадобится. Для блузки мы тоже убирали. Сделала двойной клик, вошла в режим изоляции, чтобы войти внутрь группы и создала копию. Копию я создаю очень просто. Я начинаю сдвигать объект, нажимаю кнопочку Shift, нажимаю кнопочку Alt. Удерживаю их, потом отпускаю кнопку мыши, потом отпускаю кнопки на клавиатуру. Таким образом у нас создается копия. Двойной клик из режима изоляции мы вышли. Это, кстати, вот такой момент о том, что, почему я рекомендую все-таки компьютер, когда у вас клавиатура под рукой, у вас мышка, может быть, графический планшет, но для именно вектора это не обязательно. Такие вещи мы будем с вами делать. Создаем новый слой, тот слой, на котором шаблон мы блокируем, чтобы он никуда не смещался. И будем рисовать жакет. Жакет изделие симметричное. Вспоминаем, как у нас идет по конструированию. Беру инструмент лупа, приближаю. И вот это большой плюс садоп-иллюстратора в том плане, что вы можете приблизить максимально то, что вам нужно. И начинаем с вами рисовать. Соответственно, немножечко у нас будет линия ползаноса. Растягиваем кривую. Так, цвет черный. В параметрах убираем пунктирную линию, чтобы все было ровно. Видите, у меня, поскольку я поставила точку, сейчас она будет не ровная. Но здесь ничего страшного, мы с вами потом это поправим. Так, следующее. Сразу формируем степень прилегания. И вот это то, за что вам скажет спасибо конструктор, если вы сразу это хорошо сделаете. Плечо. Плечо очень часто у жакетов чуть-чуть приподнято, потому что там либо есть плечевая накладочка какая-то, либо подплечник, либо подокайтник. Но, как правило, у жакетов все-таки плечо формируется. Особенно у мужских плечаков. У женских жакетов тоже часто туда все подкладывается. Выбираем инструмент Direct Selection и убираем лишнюю направляющую, для того, чтобы линия у нас была прямая. Убираю при помощи инструмента опорная точка. Опять при помощи инструмента Direct Selection. Direct Selection это работа с точками. Мы с вами поправляем линию бок. Она может быть прямая абсолютно. Я сейчас немного показываю, что у меня есть притаянность, но линия может быть абсолютно прямая. Это уже формируется модельной особенностью нашего с вами жакета. Вот у нас половинка сформировалась. Теперь к нему рисуем рукав. Тоже рукав бывает, знаете, что вот фонарик торчит. Смотрите относительно того, как вы это запланировали, как вы это видите. Чем меньше точек вы поставите, тем, соответственно, более упругая будет линия. Но это не значит, что их надо прям совсем сократить. Если вам нужна точка, ставьте ее. Просто проблема многих начинающих, что рисуют вот так. И таким образом линия получается достаточно дерганая, достаточно кривая и некрасивая. Обратите внимание, когда я там показываю и рисую, что чем меньше точек, вот смотрите, сколько здесь точек и сколько здесь точек. Видите, сколько здесь точек и сколько здесь точек. Чем меньше точек, тем более плавная будет линия оформления вашего рисунка. Немножко я ушла в подмышку, думаю, что нужно пониже. Вот точки, соответственно, мы корректируем. Если мы понимаем, что точка, изгиб, что-то нас не устраивает, мы этот момент корректируем. Так, теперь мы рисуем с вами центральную часть. Это вот основа классико-технических рисунков, которые делают практически все художники и дизайнеры. Теперь у нас будет задняя часть. Это то, что мы видим с вами воротничок. Вот, и на него уже можно рисовать лацкан. Лацкан может быть у вас цельный, может быть с разрезом, в зависимости от того, какая у вас моделька по классике. Подлет тоже разный, линия раскепа. Все, в общем, смотрите относительно того, как у вас это запланировано. Давайте сейчас повыше немножко ее сделаем. Вот так. Тоже здесь сейчас поправлю кривизну. И добавлю еще одну точку. Чувствую, что не хватает. Так, теперь здесь тоже выравниваем направляющие. Инструментом работает двумя основными инструментами. Это Direct Selection. Белая стрелочка позволяет выбирать объект, а инструмент Опорная точка позволяет корректировать его, чтобы он правильно себя вел. Вот таким образом. Сейчас я рисую так, что у меня нету заливки, цвета заливки. И, соответственно, я все вижу прозрачно насквозь. Если добавить цвет заливки белый, то, соответственно, объекты у нас сольются. Специально это делаю для того, чтобы показать конструкцию, из чего состоять. Я взяла сейчас инструмент Прямая линия, Отрезок линии и провела линию стыка. Так, здесь мы сделали, здесь вот это сейчас поправим. Поскольку у меня там два объекта. Почему в два объекта? Потому что, вспоминайте, когда у нас практически у всех жакетов есть подкладка, подкладка и воротник. Воротник, скорее всего, будет из основной ткани. Либо может быть декорирована стойка воротника, например, замшей, а снова подкладка будет другого цвета. Даже бывает так, что основная подкладка одна, рукава другие или две подкладки совмещаются. То есть это все мы с вами прорисовываем. Так, это мы сделали. Что еще мы можем с вами сделать? Ну, во-первых, это будет карман. Он не на всех жакетах есть, но очень даже может быть. Особенно на мужских он встречается. И карман. Может быть, выточка. Напоминаю, что отмена действия от сочетания клавиш Ctrl-Z. Это просто надо выучить и использовать. Работает во всех программах. Когда вы пишете какое-то письмо, когда вы работаете в Word, в Excel, практически во всех программах сочетание клавиш Ctrl-Z. Это действие шаг назад. Так же, как Ctrl-Z скомпировать, Ctrl-V вставить. Вот эти клавиши просто надо заучить и даже не думать, когда их применять. Просто их применять по необходимости. Карманы может быть в рамочку, может быть накладной. Тут уже надо смотреть по модели, как бы вам хотелось. Ну и высота кармана тоже регулируется. Наверное, сейчас мне надо будет опустить немножко карманшек, на мой взгляд. Высоковато я его задираю. Вот так вот. И, соответственно, в карман уберем линию выточки. И, например, он будет с клапаном. Вот таким образом. Клапан может немножечко выходить за границу, сверху. Толщина вот этой бейки тоже может быть разная. Еще у нас будут две пуговки. Пуговицы рисуем инструментом автофигуры круг. Точнее, она называется эллипс. И еще сейчас. Вот тоже у меня сочетание клавиш. Оно настолько введено в автоматизм, что я даже иногда забываю его проговаривать. Когда я что-то копирую, я нажимаю, как правило, shift, это смещение равномерное, alt, это копия. Потом отпускаю кнопку мышки, кнопку мышки, и у меня получается вот это движение. То есть оно у меня уже на подсознательном уровне, и я рисую, не задумываясь о том, что я делаю. Так, 0,25. Размер сейчас подкорректируем. Можно еще чуть побольше придвинуть, и будет пуговка сюда и сюда. Может быть, две, может быть, три, в зависимости от того, как вам нужно по модели. Два, control, D, повтор действия, три. То есть я сейчас смещала, нажала shift, нажала alt, удерживаю кнопочку мыши, потом отпустила сначала мышку, потом кнопочки. То есть вот такое действие, оно идет постоянно, к нему надо привыкнуть. К нему надо просто привыкнуть, запомнить его, и у вас всегда все будет хорошо. Так, ну что, в целом мы собрали. Что мы теперь будем копировать? Мы будем все копировать, кроме... Shift нажимаю, и выбираю то, что я копировать не буду. Кроме пуговиц и кроме кармана. Выбрала на панели инструмент зеркальное отражение, ставлю по центру. Видите, появилась точка, от которой будет отражение, начинаю вращать. Вот она бегает по кругу, кнопочка shift, кнопочка alt, и... Отпустила. Теперь вот это мы сливаем, это должен быть один объект, не сливается. Почему? Все очень просто. Потому что нету пересечения. Вот так будет пересечение. Как определить, есть пересечение или нет? Максимально приблизить, и вы увидите, пересекаются у вас два объекта или нет. Эти пересекаются. Смотрите. Оп. Слились. Теперь другие два объекта. Вот лишняя здесь. Точка, ее первым минус убрали. Спинка. И... Еще одна спинка должна быть. Вот. И вот. Не то выделяется, сейчас выделим. Мне нужно спинку. Слились, но немножечко не до конца было пересечения, поэтому лишнюю точку убираем. Все. Это у нас назад уходит. Выделили две монтаж на задний план. Смотрите. Топорщица. Острые уголки убрали, чтобы не топорщилось. В обводке в углах. Так. Это у нас снизу, это сверху. Это все хорошо. Вот. Теперь давайте сделаем заливку белым цветом. Рукавах. На основе. Это нужно убрать вниз. Нажимаю control, и квадратная стрелочка, русская клавиатура, это буква H, оно перемещает назад. Когда вы нажимаете, оно по слоям откладывает назад. То есть я убираю объект, нажимаю это на клавиатуре, оно туда вниз скатывается. Куда у меня... Ага, все на месте. Так, теперь воротник тоже белый. Очень неплохо, когда вот это светло-сером закрашено, и оно смотрится тогда как бы, как назад так заваливается. Не надо прям темным закрашивать, а светло-сером. Лацканы. Я имею в виду для черно-белого эскиза, потому что в цветном эскизе у вас там может быть самая разнообразная ткань и полотна. Ну, а дальше, дальше здесь простор. Сюда можно ставить значки, делать туда петлю, здесь выставлять платочек, отстрочку пунктой, здесь тоже там пункта и так далее. То есть полный простор для творчества, для того, чтобы, ну, в общем, ваш эскиз доработать. Здесь может быть тоже шов, вот так вот виден, например. То есть мы с вами рисуем сейчас такую, ну, основу, с которой уже можно потом работать, и которую можно размножать. Вот таким образом. И давайте сейчас мы его сдублируем. Выбрали все. Начинаем смещать сторону. Нажимаем кнопочку Shift, кнопочку Alt, пускаем кнопку мыши, и пускаем клавиатуру. Что нам теперь здесь нужно сделать? Карманы не нужны. Выбираем лишние элементы, которые не будут задействованы. Так. Это же спинка, правильно? Здесь нам это все не потребуется. Лацканы тоже не потребуются. Это тоже лишнее. А вот это надо между собой три слить. Вот эти три сливаем между собой. Лишку можно удалить. Есть инструмент LASSO. Ласо выделяем эти точки. Делейт удалили. Так. Теперь что нам нужно здесь поправить? Форму воротника. Потому что тут вот оно все кривенькое. Лишние точки убрали. И если до этого у нас эта часть воротника уходила назад, то теперь она должна выйти вперед, потому что посмотрите фотографию, как выглядит пиджак. То есть она будет, как выглядит жакет сверху. Это то, как мы видим воротник со спинки. И немножечко его помягче. Вот. Что еще у нас с вами будет? Какая-то лишка. Я вижу, что там что-то не так. Давить какую-то загоречку надо посмотреть покрупнее. Что же там происходит? Почему она так себя ведет? Ну, вообще, практически у всех жакетов есть центральный задний шов. Крайне редко его не бывает. Можно добавить выточки, если они актуальны по данной модели. Форма рукава, поскольку мы задали, что он будет у нас неушеванный, мы можем нарисовать, как он будет выглядеть. Я люблю все-таки симметрию, поэтому сейчас отзеркалю этот момент. И далее. Это уже зависит от вас. Можно сюда поставить пуговки. Если они есть, может их не быть. Соответственно, здесь может быть шлица, может ее не быть. И далее. Плюс часто еще рисуют у жакетов и пиджаков схему подкладки. Но в нашем случае мы уже молодцы. У нас получилась основа, которую можно теперь дорабатывать, менять форму воротников, вот эти все линии, количество пуговиц, однобортные, двубортные, будут ли у нас выточки или не будет, будут ли карманы или не будет и так далее. Что я теперь делаю? Я сгруппироваю. И это тоже сгруппироваю. Сейчас мы это сделаем белым. Вот. И как я вам обещала, мы с вами посмотрим, как можно наше с вами изделие залить красивыми тканюшками. Я не мудростая лукаво сходила в гугл, спросила заливки тканями, можно использовать фотографию той ткани, которая у вас есть. Я отдельно, это целых несколько уроков, как в фотошопе обработать, как привести цветовую гармонию, как правильно выбрать рапорт, как вырезать, как сделать это бесшовным. То есть это вот прям отдельно нужно посмотреть. Вот так вот за 5 минут не объяснишь. Но можно красиво это все залить и красиво это все сделать. И, например, сделать у похожего жакета синюю или серую подкладку. Давайте мы ее сейчас отрегулируем. Ну и пуговки, соответственно, у нас там пуговки. Смотрите, насколько оно все будет по-разному играть, по-разному смотреться в зависимости от того, что мы будем задавать. Ведь мы можем вот эти вот планочки тоже задать. Например, синий замш очень красиво будет. Это раз. Вариант номер два. Два. Опять выхожу в режим изоляции, выбираю все волшебной палочкой. Оп. У меня уже получилась совсем другая моделька. Например, она будет у меня с коричневым оформлением. Смотрите. Прекрасный жакет. И давайте номер три. Так. Сейчас размер монтажной области сразу поправлю, чтобы было красивее. Делаем двойной клик. Выбираем все. Такая мы более пестрая по цвету. А цвет давайте дадим глубоко бордовый. Вот так. И вот таким образом у нас с вами получилась очень интересная модель. Она может быть однотонной, вы можете залить однотонной. Я просто хотела вам показать, как можно заливать фактурами ткани. Можно сходить в магазин, сфотографировать, посмотреть, как будет смотреться ваш жакет. Может быть, у вас какая-то ткань в разработке и так далее. Можно менять соответственно ткани, цвета и размеры. Можно рисовать эти заливки в векторе и их применять. Есть очень разные. В данном случае я использую фотографии, готовые с гугла. Можно их отрисовать в векторе и заливать векторными заливками. Здесь уже полный простор вашего творчества. Соответственно, добавлять данный жакет разнообразными элементами, пунктами, карманами, пуговицами, конструкцией и так далее это уже особенности индивидуальные каждого дизайна. Базовый пример я вам показала, а дальше вы можете с ним работать, создавать именно тот вариант, который бы вы хотели видеть. Если у вас появились вопросы, пишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. Если понравилось видео, ставьте лайк, обязательно посмотрите другие видео из этого плейлиста, там мы рассматриваем, как рисовать разнообразные эскизы тоже в программе Adobe Illustrator. Пишите, что бы вы еще хотели отрисовать. А на этом все. С вами была Щековская Екатерина. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч. Пока-пока.